Оборона, космос и медицина. Это три лидерских сферы отечественной науки, по мнению россиян. 84% отметили, что им интересна информация о современных научных достижениях российских ученых. При этом почти каждый пятый специально ищет и изучает такую информацию. А больше половины наших сограждан с разной периодичностью встречают в средствах массовой информации новости о достижениях российской науки. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. И мы в каждой программе рассказываем о научных и общественных достижениях Казанского университета. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели» и сегодня вы увидите. Нам всем отрадно было видеть молодых ученых, которые связали свою жизнь с наукой. Молодым – дорога в химию. Кто стал обладателем премии имени Арбузовых? Есть биореакторы разного типа, есть волновые, то есть это платформа, которая покачивается. Есть шейкеры, которые вот так вот крутятся на платформе. Инженеры будущего. Как биотехнологии изменяют жизнь людей? Обрабатываем клетку таким образом, что она становится как капелька жира. Препарат точного воздействия. Какое исследование казанских ученых поможет донести лекарство точно в цель? Работа при службе сразу не видна. Проводники в мир информации, за что наградили медиаслужбу КФУ. И начнем программу с приятной новости. Молодые химики Казанского федерального университета стали обладателями премии имени Арбузовых. Она вручается за выдающиеся исследования в области фундаментальной и прикладной химии. Победителем конкурса стал старший научный сотрудник лаборатории исследований органических соединений химического института имени Бутлерова Павел Падня. Его научное исследование посвящено получению новых макроциклических соединений, а также созданию супрамолекулярных систем биомедицинского назначения. Синтезированные материалы могут использоваться в качестве систем доставки лекарственных средств и генного материала в клетке. Они могут применяться для доставки различных противомикробных препаратов, лекарств для лечения нейродегенеративных заболеваний. Второе место досталось доценту кафедры неорганической химии Артуру Хананову. Лауреатом стали и два аспиранта химического института Айдар Гайнеев и Андрей Соколов. Спецприз получила аспирант кафедры аналитической химии Ильвина Гафиатова. Напомним, что премия учреждена в честь династии великих химиков, работавших в Казанском университете. За 16 лет призерами и лауреатами конкурса стали около 70 молодых исследователей. Представители Казанского федерального университета и в числе победителей республиканского конкурса «Инженер года» участниками стали почти 280 человек. Это сотрудники предприятий и университетов. Всего 12 номинаций – от машиностроения до сельского хозяйства. В итоге были названы 36 победителей. Пятеро из них – это представители нескольких институтов КФУ. Если логичным для нас является подготовка лучших инженеров в Институте физики или на Бережно-Челнинском подразделении, то попадание в номинацию «Инженер года» специалистов Института фундаментальной медицины, возможно, вызовет приятное удивление. Да, здесь готовят профессионалов в редких специальностях. И это не только врачи, а, например, биофармацевты. Так, в направлении медицинская промышленность лучшим признан ведущий научный сотрудник Института фундаментальной медицины и биологии Эмиль Булатов. Вместе с коллегами он разработал прототип первого в стране биореактора. О чем речь, а также о будущем биоинженерии в нашем репортаже. Через такой маленький экран ученые управляют новой разработкой. С помощью нее можно будет получать противоопухолевые препараты для терапии определенных типов онкологических заболеваний. Чтобы отводить продукты жизнедеятельности клеток и подводить к ним свежее питание, свежую среду, для этого нужно плавное движение. Есть биореакторы разного типа, есть волновые, то есть это платформа, которая покачивается. Есть шейкеры, которые вот так вот крутятся на платформе. В нашем случае это поворотное движение колбы биореактора, где в случае, если там находится среда и клетки, то они, получается, плавно перемешиваются. Над этим проектом долгое время работает Эмиль Булатов. Он заведующий лабораторией индустриальная биофармацевтика в Институте фундаментальной медицины и биологии. Любовь к наукам у него появилась еще в школе. Только в те годы Эмиль больше увлекался химией, чем биологией. Окончив обучение в химическом факультете в КФУ на красный диплом, молодой ученый начал рассматривать магистрские программы за границей. Мечта сбылась. Эмиль Булатов отправился в Англию и получил сначала магистрскую степень в Нью-Касле, а затем и докторскую в Кембридже. После учебы в другой стране он вернулся в Татарстан и начал работать в научно-исследовательской лаборатории КФУ. О том, что его проекты будут связаны еще и с инженерией, он и представить себе не мог. Инженер, конечно, это может быть громко сказано. То есть, да, мы ведем проекты с инженерной составляющей. Инженерная составляющая – это как некий вызов нашего времени, потому что сейчас действительно многое оборудование стало недоступно. Вместе с коллегами Эмиль Булатов разработал прототип первого в стране отечественного биореактора. Этот прибор нужен для производства биомедицинских клеточных продуктов. Так получают, например, карти-клеточную иммунотерапию. Данный метод лечения основан на использовании собственных клеток пациента. У человека сначала забирают часть крови и выделяют из нее иммунные клетки. Затем уже в лабораторных условиях их генетически модифицируют и снова вводят в пациента. Карти – это технология на основе химерного антигенного рецептора, когда у больного онкологией, в частности раком крови, забирают часть крови, из нее выделяют иммунные клетки. Их в лабораторных условиях специальным образом генетически модифицируют. Таким образом придают им новые свойства, а именно обучают эти иммунные клетки распознавать и уничтожать опухоль. Мы начинали этот проект при поддержке Российского научного фонда. Ученые тестируют лечение карти-клетками на образцах различных видов опухолей. Для лечения гематологических новообразований данная технология уже нашла широкое применение в мире. Поэтому Эмиль Булатов больше внимания уделяет именно солидным образованиям. Они имеют твердую оболочку и заполняются тканью. Шансы избавиться от такого вида рака минимальны. В качестве образцов, против которых мы тестируем наш препарат, мы используем различные виды опухоли, причем как гематологию, так и солидные виды опухоли, что сейчас особенно актуально, потому что для лечения гематологии данная технология, в принципе, уже нашла широкое применение в мире. Но нерешенным остается вопрос по использованию этой технологии для лечения солидных опухолей. Вот как раз над этим мы сейчас тоже работаем. С этим уникальным прототипом биореактора ученый решил податься на республиканский конкурс «Инженер года». Само мероприятие направлено на выявление и поощрение лучших представителей инженерной профессии. Несмотря на то, что Эмиль Булатов не считает себя инженером, он стал одним из победителей в направлении «Медицинская промышленность». По словам ученого, это заслуга всего коллектива лаборатории. У руководства нашего института предложило рассмотреть возможность поучаствовать в данном конкурсе, потому что разработка действительно интересная. Здесь довольно серьезный инженерный компонент. Мы эту работу вели совместно с индустриальным партнером. Мы подали заявку и выиграли в данном конкурсе. То есть я считаю, что это заслуга всего коллектива, который работал над этим проектом. Прототип биореактора для карти-клеток успешно прошел тестовое испытание на площадке инвестора. Теперь ученые хотят создать критическую массу биомедицинских разработок. Это позволит университету перейти на следующий этап технологического развития путем системного долгосрочного взаимодействия с индустриальными партнерами. А в другой лаборатории того же Института фундаментальной медицины и биологии занимаются изучением искусственно созданных визикул. Группа ученых научно-исследовательской лаборатории OpenLab генные и клеточные технологии сравнила визикулы из клеток человека, полученных двумя способами. Визикулы – это маленькие внутриклеточные роганоиды, мембранно-защищенные сумки, в которых запасают или транспортируют питательные вещества – базисный инструмент клетки. Он обеспечивает метаболизм вещества, хранение ферментов и имеет другие функции. Исследования казанских ученых открывают большие перспективы в биофармацевтике, в частности, для адресной доставки лекарств. Особенно это важно в онкологии, когда из-за токсичности многих препаратов при обязательном протоколе лечения организм получает и большое количество побочных эффектов. Об особенностях исследования ученых расспросила Эльвина Минобуддинова. Жидкое золото медицины или, иначе говоря, стволовые клетки – это так называемые незрелые клетки. Клетки – предшественницы для всех тканей организма. Больше всего они содержатся в организме детей. Обладают стволовые клетки уникальным свойством. Они способны лечить целый ряд заболеваний. В их числе аутизм, повреждения спинного мозга, злокачественные опухоли, болезни сердечно-сосудистой системы и много других. Но для применения клеток необходимы сверхнизкие температуры хранения и сложная лаборатория. Использовать вместо стволовых клеток можно ее продукты жизнедеятельности. Например, белки. Но и здесь имеется ряд недостатков. Серьезное биотехнологическое производство и высокая стоимость. Появляется потребность в альтернативном решении. Мы же идем по пути, когда мы используем и не целую клетку, и не отдельные белки, а промежуточный продукт. То есть разбиваем клетку на маленькие пузыречки, маленькие визикулы, которые содержат в себе часть, например, стволовой клетки. Но при этом сами по себе они уже не клетка. То есть они не могут делиться, не могут превратиться во что-то, во что мы не хотим. Но при этом они несут все те факторы роста, все те вкусняшки, которые делают стволовую клетку стволовой. Альтернативное решение есть. И это визикула. В переводе с латинского означает пузырек. Визикула – это основной инструмент клетки. Он участвует в самых разных процессах организма – метаболизм, транспорт веществ, свертывание крови, играет роль поддержания плавучести клетки. И может, как в исследовании ученых КФУ, стать местом для помещения лекарственного препарата. Этот метод имеет множество преимуществ. Визикула удобна в хранении. Для их использования не нужна клеточная лаборатория. Врач может взять ампулу или пузырек из морозильника, разморозить его, набрать шприц и использовать по назначению. Терапия, так называемая бесклеточная терапия, когда используются не клетки, но и не белки, а вот именно такие вот микровизикулы, она, во-первых, безопасна, потому что не содержит живых клеток. Во-вторых, эффективна, потому что эти микровизикулы содержат целый коктейль, целый букет различных полезных факторов, которые и используются для лечения. Обычно ученые используют так называемые естественные визикулы. Те, что вырабатываются в процессе нормальной жизнедеятельности. Но их выход ограничен. Ученые в различных исследованиях своих, они используют естественные визикулы, которые получают ультрацентрифугированием. Но данные визикулы имеют недостатки. Одно из таких недостатков – это их маленькое количество, которое получается при их выделении. И мы хотим использовать, вернее, мы используем такой альтернативный метод, чтобы получить большое количество визикул. Обрабатываем клетку таким образом, что она становится как капелька жира, то есть теряет форму и становится округлой, как капелька жира. И если ее как следует потрясти, она разобьется на множество маленьких капелек. Так вот, мы как раз сравнивали эффективность естественных визикул, которые создает природа, с искусственными микровизикулами, биоподобными структурами, которые мы искусственно создаем в лаборатории. И как раз вот этот сравнительный анализ позволил сделать вывод о том, что наша технология, она, во-первых, промышленно применима, а во-вторых, по эффективности ничуть не уступает естественным технологиям. Обычные лекарственные препараты зачастую не обладают направленностью. Они повреждают как нормальные, так и опухолевые клетки. Но систему можно сделать адресной, пришить к молекулам специальные сигналы. Так они будут распознавать, например, опухолевые клетки и бороться с ними. Работают над этим и ученые Казанского университета. Создают визикулы со свойством для направленной доставки. Микровизикулы, они созданы из клеток, и значит, организм видит их как часть своего, как часть клетчатой поверхности. Таким образом, токсичность лекарственных препаратов может быть снижена. Ответственным исполнителем проекта стала аспирантка Института фундаментальной медицины и биологии и научный сотрудник лаборатории Зарема Гелазива. По ее словам, одной из главных целей работы с визикулами является создание персонализированной тест-системы для конкретного пациента. Мы хотим использовать данные визикулы для создания персонализированной тест-системы, потому что данные визикулы переносят в себе различные вещества и могут способствовать клеткам делиться. Таким образом, мы можем наработать достаточно большое количество клеточного материала и уже использовать его в, например, противоопухолевой терапии. Лаборатория КФУ активно ведет исследования и разрабатывает эффективные способы борьбы с различными заболеваниями. Вот, например, научный сотрудник Дарья Чулпанова сейчас занимается разработкой способа терапии анкозаболеваний, а использует в своем исследовании молодой генетик визикулы. За счет активации иммунных клеток с внешнего источника, то есть из визикул, клетки, собственные клетки человека могут убивать опухолевые клетки, которые они до этого не замечали или у них не хватало какой-то активности. За счет этого те клетки, которые, например, остались после хирургического вмешательства или метастазирующие клетки, они могут быть уничтожены организмом самостоятельно после такой активации. Клетки опухоли могут управлять клетками иммунной системы, подавлять их прямую и важную функцию – уничтожение опухоли. А вернуть иммунные клетки в рабочее состояние может и введение большого количества так называемого интерлейкина-2. Это белок. Он является фактором роста для многих видов иммунных клеток. Но его применение в лечебной практике ограничено множеством побочных эффектов, в их числе отек легких, гипотония, повреждения клеток печени. Здесь на помощь приходят визикулы. Они способны уменьшить дозу препарата. Мы можем снизить за счет этой упаковки визикулами количество препаратов в Вадимово и тем самым снизить вероятность развития побочных эффектов. Потому что для того, чтобы интерлейкин-2 был эффективен в качестве терапии, нужно вводить большое количество белка, просто чистого белка, потому что уже через 15 минут он начинает вводиться почками в норме, потому что столько его не нужно. А если упаковать его в визикулу, то организм не будет видеть в таком большом количестве этот белок и он будет уже непосредственно в клетки попадать, таким образом избегая быстрого введения почками. И количество можно будет снизить. Но при этом терапевтическая активность сохранится. Разработка искусственных визикул поддержана грантом Российского научного фонда и рассчитана на три года. Сегодня лаборатория начала исследовать действия визикул на клетках опухолевой ткани пациентов. В дальнейшем ученые надеются найти индустриального партнера и внедрить разработку в биофармацевтику. Эльвина Минабудинова, Ленар Гизатуллин. КФУ итоги недели. Медиаслужба Казанского университета стала одной из лучших в стране. Итоги работы на неделе озвучила Министерство науки и высшего образования России. Качество информационной работы в вузах за год выросло, отметили на совещании. Пресс-службы университетов эффективно продвигают информационные поводы, связанные с наукой и образованием. Сотрудники пресс-служб – это своего рода бойцы невидимого фронта. На их плечах формирование имиджа огромного коллектива, популяризация науки и образования, привлечения внимания к актуальным проблемам в разных сферах, от общественных до экономических. Какие проекты стали наиболее интересными и основными для медиаслужбы Казанского федерального университета и какое место занимает она в профессиональном рейтинге, поговорим сегодня с руководителем Центра медиакоммуникации Павлом Вахрушевым. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Салават. Поздравляем вас с наградой. Ну и хотелось бы узнать, как проходило подведение итогов информационной работы в Министерстве науки и высшего образования. Спасибо, Салават. Я вас тоже поздравляю. Мероприятие является традиционным и итоговым. Министерство подводит итоги реализации информационной политики в вузах Российской Федерации. В этом мероприятии приняло участие большое количество представителей университетов России, в том числе и мы представили Казанский федеральный университет. Стоит отметить то, что университет в числе немногих вузов нашей страны отмечен за качественную и платформную проводимую информационную политику. Это как работа со средствами массовой информации, работа в социальных сетях, так и работа... Так и работа организована с официальным порталом университета. Стоит отметить то, что кроме подведения итогов года в информационном плане, также состоялся образовательный блок, в рамках которого перед участниками выступили представители социальных сетей. Это Рутуб, Одноклассники и ВКонтакте. Стоит отметить, что представитель ВАК Денис Петраков неоднократно упоминал Казанский университет, потому что в 2022 году мы реализовали ряд проектов с платформой ВАК. Привожение – другое дело, по-моему. Привожение – другое дело, совершенно верно. Спасибо. А как вообще устроена работа пресс-службы? Это только отдельный блок или, может быть, есть взаимодействие с другими структурными подразделениями? Медиаблок Казанского федерального университета, кстати, в первую очередь из департамента по информационной политике, есть отдельная пресс-служба ректора, также в тесном взаимодействии происходит работа и с высшей школой журналистической медиакоммуникации, ну и, конечно, студенческий телеканал «Универ-ТВ». Один мощный блок, который работает на реализацию одной цели, одной задачи. Понятно, что есть другие структурные подразделения «Универ-ТВ», на котором каждый месяц новые видеопроекты могут появляться? А вот именно пресс-службы, да, какие бы проекты отметила за уходящий 2022 год? Работа пресс-службы сразу не видна, к примеру, и в течение года мы отрабатываем более тысячи запросов от представителей средств массовой информации, то есть за рабочий день 3-4 запроса через пресс-службы обязательно проходят. В выходящем году я бы отметил несколько проектов. Первый – это программа «Мои университеты. Будущее за настоящим», которая вышла на телеканале НТВ. Большая 40-минутная программа, которая рассказывает не только про историю нашего университета, но и про те научные школы, которые в данный момент развиваются, чтобы в будущем сделать определенный рывок. Ну и это программа «Ревузор». Наверное, вы понимаете, с какой программы она созвучна. Большая компания студентов, режиссеров, операторов проверяла наш университет на соответствие определенным их качествам. И стоит отметить то, что данная программа, первая среди других аналогичных программ, набрала больше одного миллиона просмотров. Это именно про Казанский федеральный университет? Да, программа именно про наш университет. Традиционный вопрос, наверное, для декабря ко всем нашим гостям. Какие планы есть именно на 2023 год? Хотя вы, конечно, отметили, что о проектной деятельности говорить сложно, потому что все-таки оперативная работа, много запросов, но все-таки. Ну, проектная деятельность, думаю, тоже будет в приоритете в 2023 году. Есть несколько планов, несколько проектов, на реализацию которых хотелось бы получить различные гранты. Но об этом сейчас говорить не особо хочется. Лучше по итогам придем и похвастаемся по итогам проделанной работы. Конечно же, на 2023 год в планах активизировать работу со студенческими медиа, медиа-центрами, потому что мы понимаем то, что наши студенты, наши будущие коллеги – это тот ресурс, который на данный момент не используется по полной. Это и передача опыта нашего, это и реализация тех амбиций и планов, которым живет студенчество. Большое спасибо за интересную беседу, но и будем надеяться, что действительно через год мы снова сможем поговорить и узнать, как реализованы ваши проекты. Спасибо. Далее смотрите вторую часть программы. В ней немало интересного. Я думаю, что этот центр будет способствовать изучению спецкой века. В КФУ открылся научно-образовательный центр имени Мирзоу Лукбека. Кто сможет его посетить и чему он будет способствовать? Он показал, что наиболее прочно соединяются между собой те вещества, которые обладают наибольшей близостью химических строений. Секреты физической химии. Как ученик Зинина зародил новую отрасль в науке? Лучший учитель России посетил IT-лицей. Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года-2018» Алихан Динаев встретился с педагогами и лицеистами КФУ. В IT-лицее состоялся форум молодых педагогов «Время учиться новому». Народный учитель Чеченской республики провел занятия для учителей. А вместе со старшекурсниками обсудил выбор будущей профессии. Приглашение лучших учителей страны в качестве спикеров – это уже традиция казанского лицея. Проект реализуется совместно с Управлением городского образования. Это не просто обмен опытом. Такие встречи – вдохновение и помощь в развитии профессиональных навыков, в формировании мышления креативного учителя. О том, какие еще события из жизни университета и республики были на неделе, расскажем в нашем дайджесте. В КФУ открылся научно-образовательный центр имени Мирзо Лукбека. В церемонии приняли участие Ленар Сафин и ректор Национального университета Узбекистана Ином Маджидов. Центр будет способствовать популяризации, развитию узбекского языка и культуры в Татарстане и в целом дальнейшему укреплению партнерства с Казанским университетом. Я думаю, что этот центр будет способствовать изучению узбекской культуры, узбекского Узбекистана. Культуры наших народов, несомненно, это будет камнем и притяжения, и местного притяжения для всех ребят из Узбекистана, наших ребят. Конференция, посвященная трудоустройству выпускников, открылась в КФУ. ВУЗ провел ее совместно с Общероссийской ассоциацией центров карьеры и МГИМО МИД России. Здесь обсудили особенности трудоустройства российских и иностранных студентов, опыт организации эффективных карьерных мероприятий для обучающихся. Сегодня у нас в нашей аудитории присутствуют не только руководители центров карьеры и представители университетов, но и студенты. Мы поделили мероприятие на несколько блоков. И первый блок – юридический. Мы будем освещать юридические аспекты трудоустройства, причем не только для российских граждан, но и для иностранных студентов, потому что мы считаем, что иностранным студентам тоже было бы полезно начинать работать уже сейчас и выстраивать свою карьеру здесь, несмотря на то, что большинство из них в целом уже понимает, куда пойдет дальше. Ректор КФУ встретился с лицеистами-призерами международного турнира по программированию. По итогам соревнований ученики лицея имени Лобачевского КФУ завоевали пять медалей. Ленар Сафин выразил надежду, что ребята при выборе вуза остановятся на родном Казанском университете. В КФУ обсудили развитие студенческого самоуправления. На вопросы молодых лидеров и активистов ответил главный советник при ректорате Риас Минзарипов. Встреча прошла в рамках региональной программы Всероссийского студенческого форума «Твой ход». Общение прошло в режиме вопрос-ответ и состояло из четырех блоков. Студенческое самоуправление, роль староста в системе студенческого самоуправления в КФУ, формирование профессиональной траектории обучающихся и БЛИЦ-опрос. Бояться не надо, они же хорошие вещи будут предлагать. Как улучшить жизнь студенту, как активизировать их, так сказать, активность в общежитиях, допустим, или в аудиториях. Ну, чтобы ребята сами решали свои проблемы. Вот это главное. Обладательницей титула «Татар КЗ» стала студентка Казанского федерального университета. Победителем международного конкурса признана студентка высшей школы журналистики и медиакоммуникации Энджи Габдулина. С ней мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, Энджи. Здравствуйте. Поздравляем вас с победой в конкурсе. Ну и сразу же хочется спросить у вас, что это за конкурс, кто в нем мог принять участие? Спасибо большое за ваше поздравление. Это республиканский конкурс «Татар КЗ» проводится среди татарских девушек. Могут принять участие девушки с 18 до 27 лет. Главный критерий, чтобы они были не замужние девушки, проживающие в республике Татарстан, в разных районах республики. Могут принять все, кто знает татарский, кто интересуется татарским миром и вообще, кто просто любит свой народ. А как вы попали на него? Узнали из социальных сетей или, может быть, кто-то подсказал? Я уже интересуюсь, можно сказать, данным проектом. С 18 года я приехала со своего района, из Татарстанского района в Казань учиться в КФУ. И с 18 года усердно наблюдала за проектом, за победителями в социальных сетях, конечно же. И была такая мечта, можно сказать, принять участие. И вот такая возможность появилась в этом году. Точнее, я шла к этому проекту уже 4 года, и мне все мои друзья говорили, «Нежета, это твой проект, можешь поучаствовать, мне кажется, ты выиграешь». Мне все это говорили почему-то. И вот в этом году я подала заявление, и вот прошла в финал. Получается, не зря говорили. Да, получается, да. Надо слушать друзей. Расскажите, какие критерии были на конкурсе? Что вы делали? Прошли кастинги по всей республике. Как я знаю, в более шести районах были зональные этапы, а также в городе Казань в этом году первый раз. И я пошла в казанский кастинг, представляла свой Актанышевский район. И, как я знаю, более тысячи участниц было по всей республике. И где-то 30, где-то 40 прошли в полуфинал. Полуфинал прошел 3-4 июня вот этого года. И оттуда уже 12 девушек отобрали на финал. И как я помню, как сейчас помню точнее, 3 июня у меня был государственный экзамен. И мне как-то вот все пришлось это состыковать. А вы в финале, да, что показывали, что демонстрировали и как думаете, чем именно вы поразили членов жюри? К финалу мы готовились 2 недели, усердно готовились. И нас больше готовили. Мы занимались в концертном зале Чулпан. Готовили нас хореографой ансамбля Казань, государственного ансамбля. Чулпана Ренатова Закирова была нашим режиссером. Также были уроки вокала, уроки сценической речи и многие встречи с разными известными, популярными женщинами. И не знаю даже, что мог зацепить членов жюри. Возможно, моя трудолюбие, скорее всего. Потому что если я за что-то возьмусь, я люблю это дело доводить до конца. И все стараюсь сделать по максимуму. Может, эта черта как-то повлияла. Не знаю даже, это уже у них нужно спросить. У вас вот очень красивые украшения, да? Расскажите о них. Это национальное украшение на грудное хаситя. Называется это по-тадарски хаситя. И халфак, халфак, такья халфак. Это подарили мне и еще одной победительнице Казан Гузели. Как символическое украшение. Каждый год есть такая традиция дарить победителям хасите и халфак. Халфак это как корона, да? Да, да, да. Точно называется тут по-тадарски. Спасибо. Подучили немного. А вот вы же наша коллега, да? Тоже работаете в информационном поле. Расскажите, почему вы выбрали эту профессию? Я просто с детства люблю писать, нежели говорить, если честно. Я работаю в Татаринформе и в электронной газете Интертат. Отучилась здесь 4 года в татарском блоке журналистики. И сейчас тоже учусь в первом курсе магистратуры в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации. Поддерживают ли вас ваши преподаватели, ваши наставники на работе, наверное, также? Конечно, да. Была такая огромная поддержка со стороны коллег. А также хочу отметить, конечно же, Василу Загитовичу Гарифулина. Мы называем его по-свойски Обэй, Васил Обэй, без отчества. Он для нас просто как родной брат, как отец, можно сказать дальше даже. И сразу, вот помню тот момент, стою на сцене, сказали мое имя, фамилию, и сказали, что я гран-при получаю, и вот подарили хасите, все, сертификаты и так далее. И вижу, как Василу Обэй смотрит на меня и улыбается, и хлопает, конечно. И он первым выбежал на сцену и стал поздравлять. Сказал, что очень гордится, что у него есть такая ученица, можно сказать. И это было очень приятно. Да, есть такая поддержка. А вот такие конкурсы национальные, да, они же, как я вижу, прежде всего проводятся ради сохранения культуры, ради приумножения, ради сохранения языка. Вот на Ваш взгляд, да, что еще необходимо делать для того, чтобы... Да, это сложный вопрос. Да, очень сложный. Но Вы обладатель гран-при, поэтому мы не можем не спросить. Что нужно делать, чтобы сохранять родной язык? Чтобы сохранять, нужно разговаривать на этом языке, скорее всего. И я думаю, что это, в первую очередь, идет от семьи. Если в семье мама и папа дают какую-то основу, то это дальше сохраняется уже. Вот, например, у меня, я выросла в татарской семье, в татарской деревне, и у меня просто мышление даже татарское. Я не могу на другом языке думать даже. Вот сейчас говорю, сначала думаю на татарском, потом только говорю на русском. Может, я думаю, что это от семьи зависит. Самый главный критерий – это родители. И, конечно же, окружающая среда выбирать... Ну, нужно выбирать таких друзей, скорее всего. Которые дают правильный совет. Да, да, да. Вот как мне. Ну и традиционный наш вопрос нашим студентам. Какие у Вас в дальнейшем планы? В дальнейшем планирую отучиться. Во-первых, магистратуру. И дальше работать, конечно, по своей специальности. Я думаю, что это мое призвание. У меня хорошо получается, как считаю. И, как и многие говорят, дальше даже не знаю. Есть, конечно, мечты, которые нужно будет воплощать в реальность. Но пока так работать, учиться, развиваться дальше. Большое спасибо, Бигзу Рахмат. Удачи Вам. Бигзу Рахмат. Спасибо большое. Бигзу Рахмат Для построения карьеры, по мнению респондентов, вошли онлайн-торговля, строительство и недвижимость-производство. Строя планы на следующий год, люди наряду с размышлениями о работе и благосостоянии не забывают и о других сферах жизни. Так финансовые цели разделили первое место с планами относительно здоровья. В приоритет вошли и цели, связанные с семьей и друзьями, эмоциональным и душевным состоянием, а также обучением и образованием. А что было главным в море информации на этой неделе, своей точкой зрения на происходящее событие поделится мой соведущий Леонид Толчинский. И снова с вами «Смотрите сами». Действительно, чем ближе новогодние праздники, тем больше ленты новостей, паблики, соцсетей словно елочными гирляндами украшаются бесконечными итогами уходящего года в цифрах, опросах, рейтингах, топах. Думаю, что самое время и нам тихонечко начинать. Вот самая приятная новость предновогодней суеты заключается в том, что и в обществе, и в умах представителей власти всех уровней возобладал здравый смысл. Речь идет прежде всего о самом празднике. В одной из наших программ мы уже обсуждали резонность такого откровенно популистского потока заявлений. В числе первых регионов, где прозвучали здравые мысли, был, к слову, Татарстан. Здесь решили, что действительно устраивать многотысячные шоу не совсем время. Закупать новые дорогостоящие украшения для новогодних иллюминаций тоже не стоит. Но отменять праздник как таковой – не дело. Украсить города и села, внести настроение радости и надежды в дома, семьи, продемонстрировать, что страна никоим образом не согнулась под давлением извне, наполнить ранее сказочные пожелания мира, процветания, здоровья и благости каждому совсем не сказочным, а реальным смыслом, привнеся в них еще и особо тему благодарности и лучших пожеланий тем, кто на поле боя, тем, кто воспитал настоящих патриотов-героев, вспомнить самыми добрыми словами каждого, отдавшего свою жизнь за интересы страны в уходящем году. Все это должно и может стать сутью нынешнего Нового года, как праздника, который никак на радость врагам нельзя отменять. Окончательную точку в дискуссиях поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Городоначальник заявил, что несмотря на отказ от салютов и концертов, праздник будет и полноценным, и посвящен военнослужащим, которые рискуют жизнью ради Отечества. Собянин пояснил, что хоть правительство столицы отменило фейерверки и концерты в период новогодних гуляний, праздник должен оставаться праздником. Он также подчеркнул, что важно не забывать о наших ребятах, которые рискуют жизнями на передовой. Мэр столицы озвучил, что деньги, вырученные от проведения новогодних мероприятий, отправятся на нужды военным. И напомнил о тяжелых временах Великой Отечественной войны, когда ситуация была намного сложнее. И даже несмотря на это, граждане чтили традиции, проводили новогодние празднования во всех парках и культурных местах столицы. Опираясь на данную позицию, мнение еще ряда руководителей субъектов федерации, администрации президента страны, рекомендовала детские праздники проводить в традиционном формате, а любые ограничения были объявлены крайне нежелательными. На детских елках предложили упомянуть героизм защитников Отечества и рассказать детям о возможности отправить поздравления военным. А новогодние ярмарки можно использовать как инструмент общественной консолидации. Людям необходимо позволить собрать и отправить в подарки участникам специальной военной операции. Также возможно разместить на всех ярмарках стенды «Все для победы», где каждый сможет внести собственный вклад в обеспечение нужд военнослужащих. Регионы, которые взяли шефство над городами в новых субъектах Российской Федерации, могут торжественно открыть установленные там елки. Предложено собрать все гидбригады с Дедом Морозом и Снегурочками, чтобы поздравить военнослужащих в зоне СВО. В самих военных частях можно установить новогодние елки с игрушками в виде различных пожеланий от детей, а еще игрушками, сделанными детьми. Иными словами, решено задействовать лучший опыт новогодних праздников самых суровых лет Великой Отечественной. Все эти решения опираются, впрочем, не только на видение трезвомыслящих и далеких от популизма чиновников. Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что 70% россиян поддерживают новогодние украшения городов и населенных пунктов. Также большинство россиян хотят видеть празднично оформленные торговые центры и ярмарки 85%. Новогодние ели на улицах и площадях городов 89%. За обязательное проведение детских елок высказались 96% россиян. Также люди приветствуют разнообразные мероприятия в поддержку мобилизованных и их семей. За поквартирное поздравление семей военнослужащих Дедами Морозами выступили 94%. Отправку открыток от семей мобилизованных на передовую и поздравления раненых в госпиталях поддерживают по 87%. Отрадно, что в целом негативный настрой общества и ряда чиновников к новогодним праздникам, определившие тренды в октябре и вызванный скорее чрезмерным информационным прессингом и как результат растерянностью и пессимизмом в обществе удалось переломить к началу декабря. И вот мы вступаем в период во многом переосмысленного, но столь важного, именно в трудное для общества время праздника. Пусть случится в эти дни главное консолидация, вернется позитивный настрой и надежда и вера. Всем доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Профессор, академик, лауреат Ломоносовской премии «Металлорг». Он был и учителем химии наследника Российского престола Николая Александровича, будущего императора Николая II. Образование Бекетов получил здесь, в Казанском университете, где химию преподавал великий Николай Зинин. А что сохранилось из наследия Бекетова в Казани, расскажет Амир Ахтемов. Николай Бекетов – один из основоположников физической химии и химической динамики, автор многих научных работ. И сегодня в научной библиотеке Николая Лобачевского мы рассмотрим одни из главнейших произведений великого химика. Химик, ординарный академик, родился 1 января 1827 года, воспитывался в 1-й Петербургской гимназии. В 1844 году поступил в Петербургский университет, но с третьего курса перешел в Казань, где в 1849 году получил степень кандидата естественных наук. Переехав затем в Петербург, он стал заниматься химией под руководством Николая Зинина. Получил степень магистра химии и в 1855 году назначен адъютантом по кафедре химии в Харьковский университет, в котором в качестве профессора химии оставалось 32 года. Сотрудники научной библиотеки Николая Лобачевского подобрали нам научные труды Николая Бекетова. Первый научный труд называется «О некоторых новых случаях химического соединения». Общие замечания об этих явлениях. Данный научный труд выпускался в Санкт-Петербурге в 1853 году. Вторая же книга называется «Исследование над явлениями вытеснения одних элементов над другими». Данная работа была выпущена уже чуть позже, в 1865 году, тиражом всего лишь 30 экземпляров. Фактически, открытия Бекетова всегда представляли большой интерес. До Бекетова никто не имел чистых окисей щелочных металлов. Главнейшая работа Бекетова о некоторых новых случаях химического сочетания и общие замечания об этих явлениях и исследовании над явлениями вытеснения одних металлов другими. Важно, что Бекетов во всех своих работах по теоретической химии стремился к решению вопроса о том, что является причиной источником химического сродства. В этой области Бекетов сделал замечательное обобщение. Он показал, что наиболее прочно соединяются между собой те вещества, которые обладают наибольшей близостью химических строений. Первая идея о зависимости силы сродства, элементов от той величины, которая называется в химии атомным весом, принадлежит Бекетову. Вторая и не менее важная идея, приведенная Бекетовым, состояла в том, что количество тепла, выделяемое при соединении данных простых тел, не может служить меры их сродства, а представляет разность между сродствами однородных и сродствами разнородных атомов. Амир Ахтямов, Ленаргизатуллин, КФУ. Итоги недели. День покорения вершин отмечается 16 декабря. Это праздник не только альпинистов и скалолазов. Это день и тех, кто стремится к новым вершинам личностного и карьерного роста, не опускает руки на пути к цели. А еще это повод собраться с силами и мыслями, если есть идеи дальнейшего продвижения. Как герои наших программ, только преодолевая трудности, мы достигаем пика, к которому стремились. Лучше гор могут быть только следующие цели и вершины. Достигайте их. Всего доброго.